Страновой эмоциональный интеллект или уровень особенностей у Китая очень высокий. У них позиция такая мягко-агрессивная. Захватывают мир очень мягко. Они дают деньги в долг, потом потихоньку отнимают территории, земли и так далее. Очень высокий интеллект у Соединенных Штатов Америки. Высокий интеллект эмоциональный у Европы. Страны, которые не ввязываются в войны просто так. Они если воюют, то только на чешой территории. На своей территории они не допускают ничего такого, что могло бы пошатнуть территориальную целостность. К сожалению, в странах СНГ мы обладаем гораздо ниже эмоциональным интеллектом. Дело в том, что в нашем регионе почему-то возникают войны. Только из-за того, что мы хотим друг другу что-то доказать. Ты прав, ты не прав. Знаете, в быту очень легко. Шапалак дал, и все, конфликт закончен. А когда мы переходим на более высокие уровни, то получается так, что страдают целые народы. Этносы страдают. Это очень плохо. Поэтому очень важен эмоциональный интеллект и осознанность воспитывать с детства у ребенка. Важнее всего воспитать эмоциональный интеллект у людей, которые 40+. Потому что он сильно ниже, чем у детей. Сегодня дети, они сильно другие. Особенно те, которые ходят там в городах, во всяком случае, то, что я вижу. Нет той агрессии, которая проявляла, допустим, мое поколение. Когда я рассказываю более молодым людям, как мы жили, ну, это капец, короче. Вот эта цена слова была, да. Сегодня же нету. Вы заметили, сегодня люди не держат слово. И если он не сдержал слово, то оппонент, он, в принципе, говорит, ну, окей, не хотел, ну, и все, будет спокойно. Сегодня молодежь... Ну, так получилось, что молодежь пока не выросла. 40 плюс правят землей. И они, вон, по 70 лет сидят там и что-то управляют. Но это люди разных формаций. Из-за этого есть непонимание властимущих с обычными людьми. Это люди другой формации. Они ждут другого. И поэтому в это все не сходится. Вот эта вот фраза «дорогу молодым» — это, правда, один из выходов того, чтобы страна развивалась примерно в том же диапазоне, чтобы потребности страны совпадали с решениями руководства. Мое мнение, что должны чуточку помоложе быть люди в управлении, потому что 70 лет — это чуть овер до хера. Уровень осознанности, он очень важен. Почему? Потому что, когда я осознаю каждое свое действие, у меня не будет реактивных реакций. То есть я не буду рефлексировать сразу. Я буду делать только то, что нужно мне. Как-то на одном из тренингов по HR я услышал такую фразу «Есть какая-то поставленная цель». И вот этот конфликт, который сейчас возникает, он целесообразный или нецелесообразный? Он больше идет на личность на меня? Или если я это докажу обратно этому человеку, я стану ближе к цели или нет? Если это не ведет тебя ближе к цели, для чего этот конфликт? Ты можешь в нем не участвовать. Потому что для конфликта нужно две стороны. Если одна из сторон ориентируется, то в принципе конфликт исчерпан. Поэтому очень важно, во-первых, разделять собственные амбиции, с амбициями страны, с амбициями компании. и собственные цели, и цели компании. Собственные цели внутри компании и собственные цели вне компании. И очень важно делать цели только те действия, которые приближают тебя к исполнению твоей цели. И вот это тогда приведет тебя к определенному успеху. Невозможно прийти к успеху, когда ты будешь путать эти все понятия. А куда ты хочешь прийти? А мне все равно, куда прийти. Ну, тогда тебе все равно, куда идти. Когда нет цели, тогда ты придешь все равно, куда. Если ты хочешь прийти к четко поставленной цели, ставь цель, фокусируйся и бей туда. Эмоциональный интеллект тебе сильно в этом поможет. И уровень твоей осознанности. Допустим, если вы будете объяснять 40 плюс людям, что такое энергия, почему появился эмоциональный интеллект, почему появляется коучинг и так далее, это объяснение для людей, которые старше. Объяснение для людей, которые моложе, которые сегодня 20-25-30 лет, они уже понимают, что такое энергия. Не нужно объяснять, что такое чакры, не нужно объяснять, что такое карма. Я не знаю, откуда у них чего берется, но они почему-то эту информацию берут очень легко. И даже сегодня появились энергокоучи, люди, которые учат управлять энергиями. Мне так кажется. Я не ходил на обучение, мне кажется, просто сегодня люди некоторые создают новые какие-то направления, лишь бы чтобы зафиксировать себя. Что значит управление энергиями? Если вот теперь уходить от эмоционального интеллекта, от психологии, то мы поймем, что каждый человек — это энергетическая какая-то составляющая. Все люди соединены с каким-то создателем, с космосом. Мы черпаем энергию туда, нисходящий поток идет сверху вниз, снизу вверх, вверх сходящий поток идет от земли туда вверх. И мы как проводники. И чем здоровее твое тело, тем выше твой энергетический потенциал. Чем выше уровень осознанности и меньше блоков в голове и преград, тем выше твой энергетический потенциал. Чем ты честнее и правдивее сам с собой и с людьми, тем выше твой энергетический потенциал. И очень важно общаться с такими же людьми. Люди, которые в энергиях меньше, чем ты, лучше в ближних кругах их не подпускать. Конечно, есть люди с огромным энергетическим потенциалом, которые могут пропускать через себя огромное количество энергии. И они сегодня собирают группы, проводят какие-то тренинги. Я провожу иногда. У них избыток, профицит энергии. Они могут распределить эту энергию на аудиторию. Но если ты сам чувствуешь, что у них хватает энергии, всех людей с негативной, с отрицательной энергией от себя держи подальше. Что значит отрицательная негативная энергия? Ее вот так видно. Вот ты с человеком общаешься, и потом ты истощен. Ты с ним поговорил, у тебя спину ломит. Предъявляют претензии тебе, правительству, Богу, я не знаю, хоть кому. Лучше держись от таких людей подальше. Людей с оценочным суждением, держись от этих людей подальше. Люди, которые не дуют в твои паруса, а ставят палки в колеса, держись от этих людей подальше. И ты поймешь, что некоторые люди останутся в одиночестве, когда начнут это делать. И тогда нужно придется выходить в другое общество и создавать свой энергетический потенциал вокруг себя с сильными людьми. Почему сегодня очень важны сообщества? Сообщества важны для тех людей, которые хотят быть рядом с сильными. Сегодня есть бизнес-сообщества, куда они запускают, там есть планка определенных доходов, ниже которых ты туда не зайдешь просто. Ты должен показать свой доход, ах, хулиар денег, и тогда тебе скажут, да, ты с нами. И это действительно очень сильные сообщества. Ты можешь создать свое сообщество, да, но ты сам должен быть как личность очень сильной. Ты должен быть осознанным, ты должен вовлечь людей в собственное сообщество, но должны быть преграды какие-то. Ты должен выбирать, должны быть анкеты. В бизнес-сообществах просто там деньги, да, вот столько денег есть, пошли, нету, до свидания, все. Вырастешь, приходи. С духовными сообществами они принимают всех. Они держатся непонятно на чем, если честно. С одной стороны, отрицают деньги, при этом они все равно платят за аренду зала, за перелет мастера, там, еще что-то. И при этом есть какая-то десятина или там, донейшн, но это же тоже бизнес. Просто они стесняются об этом говорить. И в духовных сообществах больше очень разноплановых, там, запутался миллионер пришел, чаще всего невысокого дохода. Это люди, ищущие волшебную таблетку. Волшебные таблетки нет. Это как с тем джинном. Хочу домой, пошли, хочу быстро, побежали тогда, да. Тебе придется с собственными ножками все равно идти. И в духовном росте, и в материальном. Можно ли прийти через духовный рост к материи? Можно. Можно ли через зарабатывание денег прийти к духовности? Можно. Просто некоторые остаются как бы в недоразвитом состоянии. С деньгами прийти к духовности, некоторым кажется, что это легко. Очень сложно, потому что паттерны твои совершенно другие. Из духовности прийти в деньги, сразу понятно, что это сложно. Очень сложно прийти из духовности и прийти там стать миллиардером каким-то. А обратно, кажется, путь легче, но он тоже такой же тяжелый, как и у второго. Сегодняшний мир так выстроен, что очень важно всем расслабиться есть очень крутые медитации на расслабление на ощущение своего тела но когда ты лежишь на кушетке или где-то лежишь на йога коврике и там как будто все хорошо тебе ничего не угрожает попробуйте сделать эту же медитацию в воде а лучше под водой да я сейчас попал во фридайвинг и мне тренер всю дорогу говорит расслабься и ленись расслабься а я привык я с детства был расслаблен и ленивый да мне папа всегда за это ругал а теперь тренер расслабься и ленись расслабь вот здесь таз расслабь то есть он заставляет меня расслабляться и когда мне не хватает воздуха до кидает не мячик и давай поиграем все нацепает мое внимание если на коврике лежишь и тебе ничего не угрожает в воде как только ты начинаешь неправильно дышать тонешь попробуйте сделать то же самое в воде и вы поймете что такое баланс вы научитесь управлять своим телом своей жизнью вы научитесь управлять своим мышлением и научить его концовки медитировать потому что вот этот мячик когда отвлечение внимания это капец это просто ты-то сидел под водой 15 секунд минуту сидишь зато с мячиком что казалось бы в этом мячике просто отвлечение внимания из внутреннего внешне то же самое с деньгами уберите напряжение с внутренних ощущений страха что ты должен денег и переключить внимание на действие и тогда ты быстрее отдашь долги или заработаешь денег быстрее нежели ты будешь сконцентрироваться на внутренних своих страхах все